Всем привет, мои дорогие! Если вы здесь впервые оказались, то меня зовут Алена и мне очень приятно с вами познакомиться. И у нас сегодня самый любимый ваш формат. Это формат видео о покупках. Покупки на лето самые-самые потрясающие. Я в этом году действительно обновила свой летний гардероб. В том году я столько не покупала и у меня не было желания прям так обновиться. В этом году настолько интересные, классные, яркие тренды и столько новинок в брендах появилось, что я решила прям обновить свою летнюю капсулу. И сегодня с вами поделюсь как раз, что я купила. Если честно, не планировала сегодня снимать видео, думала, что я приду с массажа и буду заниматься домашними делами. Но нет, у нас так жарко и мне ничего по дому делать не хочется, поэтому я сегодня снимаю видео. Ну, немножечко неподготовленное, если честно. Хватило ума губы нарисовать и причесаться. Ну да ладно, давайте скорее начнем с покупками. Будет и лето, и кое-что на осень. Начнем с самого покорившего мое сердечко. Я еще уже лето бирочку не оторвала, потому что так красивее. Мне кажется, так показывать гораздо эстетичнее, но у большинства уже все оторвано, уже ношу во все. Так вот, самое первое, это костюмы с премиальной коллекции All We Need. Это их костюм из льна. Я не вспомню, если честно, были ли в прошлом году подобные костюмы. Я помню, что лен они уже вводили в коллекцию, но при этом именно подобного кроя костюмов не было. Сейчас жилеты вообще стали нашим базовым верхом. Они нам заменяют топы, они носятся у нас просто на каждый день и подо все подряд, начиная от джинс, заканчивая юбками сатиновыми. И вот такой вариант жилета я заказала для себя в составе костюма. То есть у меня здесь жилет и шорты бермуды в глубоком синем цвете, немного напоминающим такой насыщенный деним. Невероятно красивый оттенок. Я скептически всегда отношусь к синему цвету, я его немножечко побаиваюсь, но именно этот оттенок синего меня просто покорил. Он умопомрачительный. Жилет по качеству просто феноменальный, у него супер приятнейший подклад, очень эстетично все это выглядит. Плюс он такой немножечко оверсайз, то есть у меня бермуды в XS и жилет в XS я беру на размер побольше своего на лето, потому что я понимаю, что я не хочу, чтобы ткань со мной как-то соприкасалась. Мне важно, чтобы у меня просто все было свободно. Жилет сел просто обалденно. Бермуды тоже мне шикарно подошли. Как раз-таки вот расстояние в талии, расстояние вот между тканью и телом, оно присутствует для меня, это идеально. При этом такой жилет можно носить, например, с прямыми брюками классическими, брюками палаццо. Можно носить сатиновой юбкой, это будет интересно смотреться, с трикотажной юбкой, с трикотажными брюками. Мне кажется, это тоже будет здорово смотреться. Ну и бермуды, соответственно, тоже можно носить отдельно, например, с блузами, с рубашками, с футболками, топами и так далее. Следующая покупка, которую я чуть не проворонила. Я до последнего думала над этим льняным костюмом, здесь показываю льняные брюки, от бренда All Vinite также. Потрясающе садятся на талию. У меня размер, насколько я помню, да, 2XAS, чуть-чуть свободноват, но в целом сидит очень хорошо, особенно если я добавляю ремешок. И я взяла эти брюки в составе, опять же, костюма. Если я что-то вижу в составе костюма, я всегда беру костюм. Взяла в составе костюма с пиджаком. Пиджак у меня в размере XS. Это, во-первых, лен. Это просто самый лучший материал на лето. Мне иногда хочется закрыться, хочется надеть костюм, хочется прям вот меньше тела показывать. Тогда я надеваю брючный костюм, мне комфортно. Плюс какие-то рабочие моменты проще решать в брючном костюме. Все-таки мы так чувствуем себя увереннее и элегантнее. Ну и, конечно, выглядит он обалденно. Очень красивый бежевый оттенок. Такой холодный, на мой взгляд. Прям умопомрачительно смотрится. Можно носить этот пиджак на голое тело, можно добавлять к этому костюму кроп-топ. Например, я добавляю трикотажный кроп-топ свой старенький-старенький от бренда Твилл Столис. И все это вместе, ну, просто шикарный образ. Единственный момент. Мне эти брюки нужно будет укоротить. И второй момент. Скорее всего, на сайте их уже разобрали, поэтому смотрите в офлайн-магазинах. Ну и что касается пиджака, также можно сочетать его, например, с платьями. Покажу вам свое новое платье от бренда Inspire. И, кстати говоря, я его сочетаю в одном из образов с тем пиджаком от бренда All We Need. Платье трикотажное. Я искала такое, честно скажу. Оно базовое, оно супер простое, без лишних деталек. Мне очень нравится, что оно свободное. То есть, несмотря на то, что у меня размер XS, оно свободное на ней сидит. Ничего не прилипает к телу. Я в жару этого не люблю. И очень красивый разрез по ножке. Качество тоже классное. И мне нравится вырез. Глубокий достаточно. Причем грудь не выглядит как-то грустненько. Оно очень красиво, на самом деле, выглядит в этом платье. Немного приоткрытая спина тоже достаточно привлекательно. И оно легкосочетаемо. То есть, вы можете сверху накинуть рубашку. Можете сверху добавить тот же пиджак. Можете добавить, например, джинсовую куртку. Ну и, конечно, носить его само по себе. Ну и, как я уже сказала, платьев будет много. Показываю следующее. Платье от бренда Inspire. Также, чуть не сказала, от бренда COS. В стиле COS. Для меня COS платья, они такие, знаете, очень минималистичные. Немножечко и в стиле COS, и в стиле The Row. Вот что-то такое. И супер лаконичные. И от этого не требующие каких-то дополнительных аксессуаров. То есть, они хороши сами в себе. Очень здорово смотрится. И за счет того, что оно такое свободное, сидит свободно, и такое расслабленное, очень расслабленный силуэт. Ну вот некоторые, наверное, могут сказать платье-мешок. Оно допускает вот это откровение сверху. Мне нравится какая деталь. То, что сбоку видна маленькая-маленькая часть груди. Это так женственно и красиво смотрится. Причем, поскольку здесь регулируются вот эти вот завязки, вы как можете показывать эту часть, так и не показывать. То есть, это только ваше дело, ваше право, ваш комфорт. Но такая опция есть. И это очень-очень интересно. Платье обалденное. Это, знаете, такое более простое платье-комбинации, нежели привычные нам скроенные по косой, приталенные, или платье-комбинации, например, с чашечками. Это такое более осовремененное, такое платье-комбинации 23-го года. Но при этом оно очень красиво сидит. Вот оно просто хорошо само в себе, просто изумительное. Оно у меня также в... А, нет, не в XS. Это я заказывала в Эске. Но на самом деле сидит оно примерно так же, как XS трикотажное в плане моего комфорта. Я очень долго искала себе идеальную белую шелковую блузу. И у меня была ситуация, когда один известный, на самом деле, на ютубе бренд предложил мне сотрудничество. Этот бренд очень многие рекламировали. Я думаю, что вы знаете, о чем я. И там продаются только шелковые изделия. И я заказала у них как раз-таки тогда блузу. И даже в рамках сотрудничества я не смогла вам ее показать, потому что это было отвратительное качество, хоть и стопроцентный шелк. Шелк, шелку, рознь. All we need сделали потрясающую блузу. Не оторвала вирочку, опять же, чтобы вам красиво показать. У меня она в размере S, я взяла прям в формате oversize. Белых колоссально мало. Но есть голубые. Я выбирала, присматривалась. Но взяла все-таки белую. Возможно, попозже возьму голубую. Смотрится просто изумительно. Шикарный воротничок. Просто идеально остренький, без каких-либо погрешностей. Вот настолько изумительно исполнено. Шикарно отпаривается. Вообще, без каких-либо усилий гладить вообще ничего не нужно. Смотрится потрясающе. Мне нравится, что пуговичный ряд закрыт. За счет этого она выглядит еще более лаконично. Ее можно завязать. Ее можно просто расстегнутой оставить. Надеть, например, с тем платьем, которое я вам показала. Можно заправить в джинсы. И все это будет гораздо легче заправляться, чем, например, хлопковая oversize рубашка, к которой мы так уже отчасти привыкли. Ну, просто она потрясающе изумительная. Очень красивые манжетики. Очень красиво смотрятся эти рукава. Они такие свободные. Сидит безупречно. Не просвечивает без бра. Вот просто все в ней идеально. Голубую я бы взяла к дениму, к светлым образом, к бежевому. Например, классно бы смотрелась, кстати, голубая с моим льняным костюмом. Ну, это бы прекрасно смотреться. В общем, качество просто улет. Вот я рекомендую однозначно. Я долго искала вот именно такой изумительный шелк, который будет просто в уходе. У меня есть шелковая блуза. Не буду, опять же, называть бренд. Очень сложно за ней ухаживать. Ее прям надо выглаживать, отглаживать, и она легко мнется. Эту я завязала, потом не отпаривая, снимала с ней уже другой образ с платьем. И ее не пришлось отглаживать. То есть, несмотря на то, что она была завязана, вот, кстати, я после этого ее не отпаривала, она не помялась. Это важно. Начиная с апреля, кажется, месяца, AllVinit дали мне промокод на скидку 5%. Я вам на всякий случай оставлю его в инфобоксе, хотя уже под каким-то из видео я вам его оставляла. Ну и у них плюс есть еще бонусная система удобная, поэтому, да, я думаю, вы найдете вариант, как сэкономить. Поняла, что ни слова не сказала про то платье, в котором я сейчас сижу. А платье, на самом деле, потрясающее. Я уже показывала вам в одном из влогов, когда она ко мне приехала, покупала сама платье от бренда Tumut. Я мечтала о нем еще в прошлом году, но я думала-думала, вот, как обычно, вот, то же самое вот с этой блузкой и с этим костюмом. Чуть было не случилось. Но его тогда разобрали. Оно мне нужно было именно в размере 2ХС. А там вообще все разобрали. То есть, даже в теории я купить его просто не могла ни оффлайн, ни онлайн. Оно обалденное, умопомрачительное. Это платье на запах, оно немножечко в стиле как будто бы молодости моей мамы. Ну, насколько оно легкое. Вот именно идеальное платье на жару. И, в принципе, вот сколько в нем женственности, несмотря на то, что оно такое макси, предзакрытое. Ну, с моим ростом макси, с высоким ростом будет уже смотреться как миди. Ну, вот такое оно все парящее, воздушное, легкое, просто изумительное. Принт этот с голубыми лепесточками, цветочками мне очень нравится. Вообще, цветочные принты я люблю. Кстати, покажу вам еще одно платье с цветочным принтом. Да, от всей души рекомендую. Если они еще остались на сайте, я вам оставлю ссылочку. Потому что вот эту модель почему-то очень быстро разбирают. Вообще, в Тумуд такие платья быстро улетают. Причем в этом году оно даже дороже было, чем в предыдущем, к сожалению. Но вот да, все-таки я купила его себе, потому что удержаться было невозможно. Покажу последнее платье. Называю его платье ангела за счет того, что оно супер свободное, оно еще и в белом цвете. Это идеальный вариант на жару, просто спасение. Натуральный хлопок, кстати, тоже не мнется особо так. То есть, после стирки, конечно, нужно его гладить, но особо оно не прям, знаете, как бумага белая, которую помял и потом не разглазит. Нет, оно достаточно комфортное в этом плане, в плане ухода. Хорошо смотрится, сидит свободно, идеальный вариант на самую жаркую погоду. На самом деле, и вот такие платья ты потом в жару благодаришь всем сердцем, потому что это единственное, что ты можешь носить. Тебе и особо не припекает, и при этом тебе и красиво, и женственно, и легко, и просто оно какое-то обалденное, очень-очень красивое. Оно как платье-кимоно немножечко выглядит. Вот, причем можно добавить какие-то интересные детали, например, сумку плетеную, которую я сейчас себе ищу, плетеные босоножки какие-нибудь интересные и, возможно, что-нибудь интересное на голову. Можно, например, какие-нибудь симпатичные заколки в волосы добавить, тоже было бы прикольно. То есть, с ним можно поиграться, просто у меня еще не весь мой летний гардероб пополнен, и когда у меня появится моя плетеная сумка, я, конечно же, буду с удовольствием ее носить с этим платьем. Оно идеально для отдыха, идеально для отпуска, идеально для того, чтобы съездить на залив просто босиком по песку погулять. Ну, очень классно выглядит, я прям довольна им. От бренда Inspire также вам оставляю свой вечный промокод, чтобы вы могли им воспользоваться. Он распространяется на все, что есть у них на сайте и также действует в офлайн-магазинах. Платье, в котором я отмечала свой день рождения, знаю, что не все видели его во влоге, и даже те, кто видели его в влоге, мне потом пишут в директ, Ален, где-то его купила. Это платье от бренда LARNE, я его шила на заказ, потому что они делают только S-ку и M-ку, а мне нужна была XS-ка. Платье совершенно непривычное вам, скорее всего, на мне, потому что оно действительно того формата, который я вам давно не показывала. Ну, я такие платья действительно не показывала очень долгое время, и я их не носила. Я не скажу, что это покупка, в которой я до сих пор вот стопроцентно уверена. Я здорово отметила в нем день рождения, оно мне прям прослужило этот день. Но у меня огромный вопрос, надену ли я его еще раз. Мне такой формат платья просто непривычен. Возможно, один раз еще я его надену. Оно достаточно дорогое для льняного платья с цветочным принтом, но при этом оно и достаточно красивое. В общем, да, это платье, которое вне времени на самом деле, то есть его могла носить моя мама, моя бабушка, и его сейчас я могу носить, независимо от модных тенденций, потому что это просто такой особый формат платья в тургеневской девушке, который не может быть в моде или не в моде. Это просто может соответствовать вашему стилю или не соответствовать, только и всего. Выглядит при этом абсолютно изумительно. Шикарно сел XS и по талии, и настолько оно воздушное, легкое. Не могла вам не показать, потому что оно не из дешевых для льняного платья, но при этом оно на самом деле того стоит. Учитывая, как здесь все прекрасно скроено, даже рукава сшиты таким образом, что они образуют собой на руке идеальный фонарик, который не нужно отглаживать. То есть все продумано прям до мелочей. Да, вот как-то так. Последняя моя покупка как раз-таки и на лето, и с прицелом на осень. Опять же показывала уже во влоге, но вызвала много вопросов у вас. Брюки из лаковой кожи от бренда IM Studio. Брюки облегающие, с роскошной попой. Попа в них просто какая-то умопомрачительная. Мне мои прежние брюки из кожи стали большие. Мне пришлось искать альтернативу. Я обычно готовлюсь заранее в осени. Ну и плюс я случайно увидела на сайте IM Studio вот такие вот брюки. Вам тоже, скорее всего, это будет непривычно на мне. И я долго думала. Я сначала их заказала, отказалась после примерки, потом еще раз заказала. Во-первых, эта эко-кожа не скрипит. Это очень важно для лаковых брюк, потому что если они скрипят, ты просто не будешь их носить. Это невозможно. Во-вторых, у них идеальная лично для меня длина. То есть, видимо, на более высоких девушках они должны сидеть как-то повыше и где-то по щиколотку. Может, чуть выше даже, чем щиколотка. Плюс они шикарно месили по размеру. Это размер XS. И такой момент, они не тянутся совершенно. То есть, смотрите обязательно по своим параметрам. Они достаточно маленькие. Вот прям маленькие. То есть, это тот XS, который на миниатюрную девушку. Рекомендовать могу смело, если это ваш стиль. Если это не ваш стиль, вслепую никогда не советую такие вещи покупать, потому что вы рискуете просто оставить их на полках. И есть они еще в коричневом цвете, кстати говоря. Мне зашло. Прям у меня нежные чувства с ними случились. И как мне нравится сочетание этих брюк с той шелковой блузой от Alvinit. Я просто без ума. Я уже ходила в них, кстати говоря, в контексте лета. Плюс 16 в них идеально. В них не жарко. Они внутри, видимо, хлопковые. И за счет этого нет вообще парника. То есть, ты чувствуешь себя максимально комфортно. Обожаю. Когда-то хотела такие брюки купить в 12 Stories. Они вообще на меня не сели. Просто было ощущение, что я колбаса, которую обтянули. Эти так правильно скроены. Вот просто умопомрачительно. И да, я их просто обожаю. Все, мои хорошие. Я с вами поделилась своими последними покупками. Все ссылки, размеры, промокоды. Все будет обязательно в инфобоксе. С вами была ваша я. Целую вас, обнимаю. До новых встреч уже совсем скоро. И пока-пока.